И заставить. Если не придет, ну и не пришел. Да, хорошо. Поэтому мы вносили... Все-таки я это без смеха слушать-то невозможно. Ну, хорошо. Смотрите еще. Вы говорите, в советское время вы называете вершиной цивилизации. Конечно. Ну, Геннадий Андреевич, ну попойтесь к Богу. Ну, что ж такое? Ну, какая же вершина цивилизации? Можно прокомментирую? Да, даже мне просто более чем любопытно. Я знаю, я знаю. Я историю изучал, российскую и советскую, по страницам. Ведь у царя была реальная возможность исправить ситуацию. В половину губерниях в 905 году уже было введено чрезвычайное положение. И сдает указ о выборах в той же думе. Третий пункт. Повелеваю всех моих чиновников поставить под контроль избранных от народа. Избрали первую думу. 73 дня только рот открыли и сразу выгнали. Избрали вторую думу. На месяц больше просчитывало. Только хотели глянуть, как там земли, как двор царский. Снова разогнали. Подобрали удобную. Продули первую империалистическую. Столыпин, кстати, после японской войны, а у нас из 10-8 солдат были безграмотные. В Японии были все грамотные. Внес предложение ввести начальное всеобщее образование. Отказались. Ввели в 16-м году новое образование. Сумели одержать победу над фашизмом. Три. Вместе с демократиями, любимыми вами Англией и Францией. И Англией и Америкой. Сумели за 10 лет прорваться в космос. Сумели за 10 лет сложить ракетно-ядерный паритет. И сумели создать лучшую систему социальной защиты, образования и поддержки населения. Назовите, кто за 30 лет еще сделал такое. Могу ли я попросить вас публично, на Первом канале, в этой программе, повторить, что вы считаете, что именно в советское время это была вершина цивилизации? Я могу повторить, что в тысячелетней российской истории советской... А для России? Да. Только для России? Да, в данном случае, да, конечно. Что советская эпоха была самой эффективной. У нас время летит. При всех издержках, трудностях, но самой эффективной. Я вот сейчас принял всех космонавтов. Принял тех, кто строил Байконур. Всех министров советской и российской. Молодежной. Вот в связи с полетом Гагарина, я должен сказать, я Путину вручил такая книжка. Кабинет министров СССР и реформы Косыгина, как они задумались, что делалось. Я говорю, дайте своим министрам, пусть почитают. Из этих реформ не случилось ничего. Вы это прекрасно знаете. Их сломали. Их сломали. Это другое дело. Все в том же Советском Союзе. Это другое дело. Да. Смотрите. Но пока, пока живут за счет того, что сделали тогда. Вы настаиваете на том, что КПРФ должна придерживаться, дальше цитата, политического завещания Сталина, который имел в виду две вещи. Демократические права и свободы человека и национально-государственную независимость. Геннадий Андреевич, права и свободы человека в Советском Союзе. Ну, о чем вы говорите? Ну, о чем вы... Да. Бесплатные то, бесплатные. Это все понятно. Рот открыл. Владимир Владимирович, но мы это осудили с вами в 56-м году. Значит, какой же Сталин и свобода? Согласны в 56-м году. Сталин – это 30-летняя история страны. Я не об этом. Вы связываете. Вот Сталин, а вот свобода и права человека. Но как? Вы предлагаете к чему вернуться? Вот той коррупции, дикой воровствой, тому насилию, которое все не творится? Нет, я предлагаю говорить правду. Потому что Сталин – это не права и свободы. А я предлагаю отсталкиваться от всей нашей истории, а не вырывать отдельные фрагменты. Тогда будет все хорошо. Я же ничего не вырываю. Когда вы, например, говорите, что когда вы защищаете пункт того, чтобы Ленин остался в мавзолее, вы говорите, что… Вот мне кажется, вы поддерживаете нашу точку зрения. Что-то в традиции, вы говорите, в традиции. И вы говорите, что святые угодники, их тоже так хранили, так сказать, в пещерах. Я спрашиваю, вы что, сравниваете Ленина со святым угодником? Вы вообще как это происходит? Сам бы Ленин, наверное, просто не был бы счастлив от этого сравнения. Я не говорю, оставить его там или оставить, об этом я сейчас скажу. Есть традиция. Я был в Печорской лавре и видел мощь Ильи Муромса. Меня это поразило. Я был в Скулу Печорской лавре, видел родственников Кутузова и Пушкина. И когда приходят в пьяном виде, с грязными руками, давайте раскапывать вещь, красный некрополь советской истории. Я говорю, вы что, ошалили совсем? А почему в пьяном виде? А это, кстати, в свое время при Ельце начиналось. Потом, можно я вам дам справочку маленькую? Сидим у Путина, он президент. Опять встает и говорит, давайте все раскапывать. Я говорю, можно я короткую историческую справку выскажу? Пожалуйста. Я говорю, давайте определим, с чего начнем. Первые древние захоронения от Москвы реки. За 300 лет с Ивана Калиты в двух соборах Кремля похоронен в державных государствах и членах семей. 400 с лишним человек похоронен на Красной площади, включая 32 маршала во главе с Жуковым. Там же Гагарин с своими друзьями. Там же Келдыш, Королев и Курчатов, Гений и так далее. С чего начнем раскапывать? Я говорю, если полезете туда, мы вас подгоним. Путин в присутствии меня говорит, успокойтесь, никто не полезет. Давайте думать о будущем. Вот я и просил бы, чтобы и Медведев официально это заявил, а то посадил рядом с собой Федотова, который начинает призывать к тому, что если тебе нравится советская эпоха, ты уже не можешь на год службы. Оставим Федотова. Это чушь полная. Скажите, вы разделяете следующие цитаты, не ваши. Религия это вздох угнетенной твари, сердца бессердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков. Я понимаю, почему. Религия есть опиум народа. Вы согласны или нет? Я понимаю, почему это вы цитировали. Вы согласны или нет? Я хочу сказать. С этой цитатой. Сейчас. Вы можете мне сказать? Нет, нет. Вы это не возьмем. Нет? Я по ней знаю, чья цитата. Чья? Но я читал, читал и документы, подписанные Лениным в 19-м году. Это чья цитата. Читал и документы Сталиным подписаны. Чья цитата. Чья цитата вы знаете, нет? Ленина цитата. Нет, это Маркс. Или Маркс? Да, Маркс. Хорошо бы вам знать. Одну минуточку. Сейчас. Послушайте. Ну, вы сами верующий? Я... У меня вера более широкое понятие, чем у них. Вы религиозный человек? Я идейный человек. Для меня вера в Россию, в трудовой народ, в справедливость, в идею превыше всего. Я свои вопросы закончил, но очень хочет вас спросить о чем-то Марсель Пруст. Причем не о политике. Серьезно? Да. Очень легкие для вас вопросы. Я его просил. Не задавай политических вопросов, потому что я их задам. Надо дать человеку отдохнуть. Первый. Какой ваш любимый цветок? Тюльпаны, если так. Я вывел... У меня сто видов цветов на плантации. Я вывел новый цветок, называется Победа. Шикарный. Прошу, посмотрите. У меня же крокусы цветут две недели на улице. Можешь поверить? Ваш любимый композитор. Чайковский, если так. Ваш любимый художник. Художник? Да. Репин, я думаю. Ваш любимый литературный герой. Я потрясен был, когда, как закалялась сталь, прочитал Павел Корчагин. Но у меня литературных героев любимых много. Три ваших любимых писателя можете назвать? Могу назвать. Пожалуйста. Я орловец. Я очень люблю своих орлов-земляков. Тургенев, Бунин и Пришвин. Великолепно. Но я считаю, без Пушкина нет, без солнца наши поэзии. И одновременно очень люблю Шолохова. Считаю, что он не просто гений. В 22 года описать то, что он тогда видел, и таким языком, это фантастика. Ваша главная слабость, Геннадий Андреевич? Главная слабость? Доверчивость. Я вообще говоря, доверчивость. Ваша главная черта? Упорство, трудолюбие. Мне мать, она меня учила первые 4 года, сказала, запомни, ты способный, талантливый человек. Но талант это 5%, остальное трудолюбие. Я люблю работать. Ваши любимые занятия? Сад, цветы, пчелы. И есть еще одна слабость. Я обошел все маршруты на Кавказе. У вас есть девица? Есть. Если не мы, то кто? Оказавшись перед Богом, все-таки, что скажете ему? Буду продолжать строить царство небесное на земле и считаю, что это святая задача. Это был Геннадий Андреевич Зюканов. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Перед угодом Геннадий Андреевич подарил мне книжечки свои, анекдотов, и там одна политическая книга. Который, вероятно, прочитаю. Но, вообще-то говоря, это тот случай, когда хотелось бы дольше говорить. Вроде 52 минуты имеются в эфире. А были какие-то темы, которые хотелось бы дальше с ним обсудить. Не поспорить, потому что я еще раз говорю, что я не спорю со своими гостями. Но, тем не менее, поговорить с ним. В частности, вот о чем. У нас сегодня 17 апреля. Значит, через 5 дней будет день рождения Ленина. То есть, будет 22 апреля. И вот в связи с этим, если кто-то среди вас полагает, что я буду обсуждать Ленина или его идеи, то, что ему удалось или не удалось, то это не так. Я не собираюсь этого делать. Я хочу сказать о другом все-таки. Причем я адресую эти слова не всем вам вообще, а каждому в отдельности. Чтобы каждый по отдельности попытался подумать. Ну, вот представьте себе, что вы умерли. Ну, неприятное, конечно, занятие представить себе такое. Ну, это произойдет с каждым из нас. Поэтому, ну, вот представьте, что вы умерли. И попробуйте представить, что потом происходит не с вами, а, так сказать, с вашими остатками, с вашим телом. Ну, вариантов не так-то уж много, да? А, либо, значит, положат гроб и похоронят. Либо, значит, сожгут в соответствующем учреждении, в крематории. И потом пепел этот соберут в какую-то урну. И урну тоже похоронят или там поставят в колумбаре. Ну, если представить себе, что вы не в России, а в другой стране, где другие порядки. Ну, скажем, в Индии, то ваше тело положит такое огромное костерище, что ли. И сожгут вас, и потом пепел рассеют. Но во всех случаях, во всех случаях абсолютно произойдет то, что вас не будет видно. Так или иначе, вас не будет видно. И это понятно. У некоторых даже хоронят в закрытом гробу, потому что считают, что нельзя смотреть на мертвого человека. Это уже не тот, которого вы знали. У всех так, но у некоторых, например, религий – это именно так. И это, по сути дела, уважение к человеку. Ну, а теперь представьте, вместо этого, что вас бальзамируют. Ну, как древнеегипетского фараона. И выставляют на показ. На показ. И вот люди ходят, глазеют и смотрят на вас. Вам нравится такая перспектива? Вот лично вам лично это нравится, чтобы так произошло с вами? Или с каким-то вашим близким? Я полагаю, что нет. Потому что только люди дохристианской и даже до иудейской эры так делали. Потом человеческое ушло от этого. Стало другим. По-другому на это смотреть. А на самом деле это страшное наказание. Вот выставить тело мертвого человека на показ. Вот я бы считал, что, например, так можно сделать с Гитлером. К сожалению, его нет. Но что-то было достойным наказанием, чтобы все поколения смотрели на него, на этого величайшего преступника. Может, еще кого-то туда можно добавить. Но Ленина все-таки вряд ли. Вот у меня такое все-таки предложение есть. Может быть, проявить некоторую человечность и сделать ему подарок. А именно 22 апреля все-таки похоронить его как нормального человека. Всех благ вам и приятных сновидений.